Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и мне закинули подарочек. Антони ФР, огромное тебе спасибо за очередной подарок. И в данном случае это один из первых подарков, которые мне преподносят, но перед этим уточнив у меня, не буду ли я против именно такого подарка. Короче говоря, я догадываюсь, точнее практически знаю, что там внутри, точнее даже не так. Я уверен, что там то, о чем мы договаривались, ну и, соответственно, сейчас откроем, удивления у меня не будет, но стоит отметить, что Антонио спросил меня, а скажи, пожалуйста, если я тебе пришлю в подарочек машинку, спасибо большое, Антони ФР, если я тебе пришлю ИСа третьего защитника, снимешь на него обзор? И я ему честно ответил, что даже если мне пришлет мой зритель какаху в подарок, то я и на какаху готов снять обзор и обязательно покажу всему миру мирскому по поводу того, что конкретно мне зритель прислал и поблагодарю зрителя, даже если это будет какаха. Как бы смешно это ни казалось, но вниманием гораздо дороже, чем то, что находится внутри подарка. В данном же случае жирный жирдосик упал, особенно помимо машинки, 100 сертификатиков, 100 бустеров на золотишко, супер, просто бомбей, есть аватарчик, есть 14 дней према, что на сегодняшний день для нас действительно является уже ценностью в игре, ну и, соответственно, слот в ангаре. ИС-3 защитник, переходя потихоньку к самому обзору на данную машину, хочется отметить, что ИС-3 защитник он на сегодня действительно очень сильно морально устарел. Где ты мой защитничек? Давайте будем смотреть на его технические характеристики. Что касается технических характеристик по орудию, то данное орудие в базовой его комплектации, да, в базовом состоянии, но, правда, здесь уже открыто все оборудование. Единственное, что мы по оборудованию сейчас посмотрим, время перезарядки можем улучшить на полсекунды, либо улучшить ему пробитие. Я бы, честно говоря, лучше на пробитие поставил, потому что полсекунды, по большому счету, на общем времени, как бы ни на что не влияет. Здесь поставим однозначно на улучшение подвижности, здесь обязательно закинем на броню, потому что там броня какая-никакая есть, но все равно не ультимативная. Здесь же 102 единицы дополнительного ХП, даже не знаю, ребят, вот честно. Наверное, все-таки на ХП-шку кину, потому что броню, в принципе, мы ничем не спасем. Поменяю вот здесь и пока оставлю вот в таком вот виде. Что касается амуниции, сейчас амуницию пока ставить не буду, давайте еще раз посмотрим на характеристики. С оборудованием, но без амуниции, машина будет иметь следующие показатели. Время сведения просто безбожное 6,3. Это просто чума какая-то. Разброс 0,412, тоже просто огромный. И что касается урона в минуту, то ДПМ всего лишь 1824. Почему всего лишь? Сейчас перейдем в сравнительную таблицу, обязательно все покажу. Время перезарядки полностью магазина 24,5 секунды. Это практически полминуты. Короче говоря, бабаха и та перезаряжается быстрее. При этом здесь альфы 400 и да, пускай 3 снаряда, но целых 7,5 секунд перезарядки между снарядами и улучшить это никаким образом нельзя. Ну а подкалиберные, как вы видите, базовые снаряды у нас теперь будут пробивать 232. Углы склонения вниз минус 7, что в принципе ИСа третьего защитника отличает от серии ИСов, там где в отношении углов склонения орудия вниз прям совсем все страшно и уныло. Я на секунду хочу вернуться к оборудованию и посмотреть разброс или время сведения, ребят. И здесь тоже время сведения. То есть получается, что даже с улучшенным временем сведения, сведения все равно, ну не знаю, километров в 10, наверное. Теперь ставим амуницию, посмотрим, что амуниция нам даст, посмотрим, имеет ли смысл ставить второй паек, время перезарядки магазина. Да, имеет смысл, однозначно ставим. Ну и соответственно, вот в таком виде будем ехать. Что касается голды, я сейчас ее возьму просто, как я люблю говорить, исключительно от балды. 12 снарядов таких, 12 снарядов таких. Все равно у меня время перезарядки в километр, поэтому я думаю, что данного боекомплекта мне в принципе в бою должно хватить. Теперь что касается брони по данной машине. Броня тут, я бы сказал, не сильно хорошая. Это связано с тем, что брони в верхних и нижних бронелистах одинаковое количество, да. То есть, ну, циферка одинаковая, 110 здесь и 110 здесь. Но в целом, ребят, как бы вы не стояли на ИСе на этом, все равно вас сюда в морду пробивать будут. И пробивать будут очень весело. Отыгрывать от башни, да, окей. Я неоднократно встречался с ИСом-защитником, который от башни пытался отыгрывать. И да, в таком случае действительно, ну, гораздо веселее, бодрее. Явно машина отыгрывается. У меня сейчас будет первая на нем катка. Я до этого на ИСе не играл, ребят, так, чтобы плотненько прям один раз попробовал вдали покататься, но не более того. Поэтому какого-то конкретного прям точного мнения, честного вот такого, знаете, испытанного собственными руками у меня по машине нет. Есть вот эта вот сверху часть на башне, которая будет прошиваться просто на ура. Поэтому я так понимаю, что если я где-то в низине буду стоять или спускаться с какой-то горки, то сюда даже целить не будут, бросить вот сюда в башню. И мне будет очень больно и неприятно. Если убрать экраны, здесь у нас интересной формы корпус идет. Как я понимаю, фугасы особо сюда не побросаешь, это уже хорошо. Бронебойные, да, тут еще и плюс будет у нас какая-никакая приведенка. Поэтому, в принципе, если каким-то образом умудриться морду спрятать и здесь от ромба как-то попытаться отыграть, то приведенка должна что-то там нормально зарешать. По корме ничего удивительного, ничего нестандартного я лично здесь не наблюдаю. Теперь, что касается сравнительной таблицы, то, о чем я говорил. ДПМ 1884. И этот ДПМ на восьмом уровне среди всех, вот просто всех поголовно тяжелых танков, он, наверное, самый унылый. Единственный, кто действительно хуже, это 1878 у товарища Колебана. Но все-таки здесь 1878, а здесь 1884. Короче говоря, ребята тупо одинаковые. Все же остальные, кто есть на уровне, имеют существенно выше ДПМ. И если мы будем даже с вами сидеть и долго отминусовывать всех ребят, которые имеют цикличное орудие у себя на борту, то все равно все те, у кого есть по три снаряда в цикличном магазине, они все равно будут лучше. В любом случае лучше. Допустим, Сомуа СМ не намного дальше убежал, но играется куда бодрее. У меня есть данная машина, и я понимаю и знаю, о чем я говорю сейчас. Короче говоря, ребят, наверное, надо нам все-таки взять эту машину и просто ринуться на ней в бой. Для того, чтобы посмотреть, оправдается ли моя позиция по поводу того, что машина крайне унылая и крайне тяжелая в отыгрывании. Я сейчас отключу превосходство, возьму исключительно средний, ой, господи, встречный бой, для того, чтобы плюс-минус подольше поиграть, и чтобы не было у меня там какого-то проигрыша или нервоза именно из-за захвата точек. Но это вот только на период пробных каток на машине такое я экспериментирую. Насколько это правильно или нет, если у кого-то есть отдельное мнение, обязательно пишите в комментариях. Вообще, ребят, если у вас есть какое-либо мнение, которым вы хотели бы поделиться, пишите в комментариях. Во-первых, это кому-то будет, безусловно, интересно. Из тех, кто смотрит видео и читает комментарии, пытается принять взвешенное решение покупать или не покупать, и не хочет основывать свой выбор исключительно на моем субъективном мнении. Ну, а во-вторых, стоит отметить, что я отвечаю практически всем, по крайней мере, на те комментарии, которые подразумевают необходимость ответа. Поэтому, если вы хотите что-то уточнить, обязательно тоже пишите в комментах об этом. Ну что, заценивать будем машину, как обычно. В первую очередь, мы, ребят, с вами заценим. Вот, кстати, после обновления, обратил внимание, в начале боя очень сильно лагает. Не знаю, почему. Напишите, кстати, в комментах тоже. У вас та же самая беда или это только у меня какой-то косяк, чтобы я вам плюс-минус понимал, стоит ли с этим что-то пытаться сделать или нет. По подвижности передвигается мне очень нравится. Вот так, как он сейчас поехал, это действительно кайфово. Я не ощутил дискомфорта и угол склонения орудия, обратите внимание, очень клёвый. Я действительно сейчас практически не вылез на горку. Я ожидал реально худшего. То есть я вот сейчас... Это я психанул, простите. Я сейчас реально ожидал, что будет что-то такое, знаете, прям вот совсем страшное. Такое, как ИСы стандартные. Так, сейчас у меня будут крайне дикие проблемы. Лечим нашего мехвода. Пытаюсь как-то уехать. Блин, меня все пробивают. И вот эта фишка ИСа-защитника, она, ну, просто-таки постоянно его преследует. Все уже давно выкупили фишку по поводу того, что если он откинул три снаряда, вы в ближайшие полминуты реально можете с ним делать всё, что угодно. Вот просто можете унижать его всеми возможными и невозможными, доступными, а порой и недоступными способами. Он бьётся в борта. Как вы видите, меня тупо изрешетили в морду. Вот просто. Я реально похож на решето какое-то, на сито, через которое можно вермишель отбрасывать. Ну, без шуток, серьёзно. У меня у мамы, наверное, в сити и то отверстий меньше, чем сейчас у меня в танке в верхних бронелистах. Короче говоря, ребят, вот пока мне, честно говоря, не сильно зашло. Мне зашла, безусловно, подвижность, но это пока единственное, что зашло. Потому что время перезарядки между снарядами, оно, ну, безбожно долгое. То есть, допустим, на том же самом Т-28 Defender, там хотя бы на секунду быстрее. Там и так уныло. А когда у тебя на секунду дольше, ну, это вообще мрак, честно говоря. Это первое. Второе, то, что ты отхватываешь безбожно, хотя ты на тяжёлом танке. Ну и третье, наверное, связано с тем, что ты ожидаешь от этой машины, по определению, имея в руках уникальный по своему внешнему виду, допустим, и в том числе уникальный по своему наполнению танк, я имею в виду орудие, подвижность, ты ожидаешь, что ты сейчас можешь ворваться и повыбивать всем зубы. Но, по большому счёту, ты начинаешь поломанными пальцами собирать свои собственные выбитые зубы с пола, и это занятие большого удовлетворения не приносит. Может, я сейчас ещё не совсем понимаю ИСа-3, защитника, и, возможно, на нём просто стоит как-то аккуратненько играть. То есть, в принципе, я сейчас сам наступил на грабли, о которых говорил в виде слабой бронированности корпуса во лбу, и, соответственно, при этом всё равно попёр куда-то на передовую. Может, действительно мне стоило где-то как ПТ-шка поиграть вот сугубо от башни, знаете, такой выжидающий бой, вяленький. Ну, не знаю. Сейчас сделаем вторую катку. Как я уже говорил, я на своих конкретно аккаунтах играю первый раз на ИСе-3, защитнике. И если вдруг я что-то делаю неправильно, и вы что-то знаете, хотите поделитесь, пожалуйста, своим опытом, своим мнением. Ваш опыт, ваши мнения мне будут крайне полезны и крайне интересны. Потому что, безусловно, каждому из нас хочется расти над собой, хочется улучшаться, ну и заниматься самоулучшением. А никто другой вам не подскажет, как тот, кто в теме. Поэтому, если вдруг есть какие-то советы, как данную машину толково и грамотно использовать, то я с удовольствием готов выслушать ваше мнение и с удовольствием к нему прислушаюсь. Время перезарядки, блин, вот уехал, понимаете? Ну вот, вот как вот, вот что это такое? Вот у тебя вроде бы три снаряда в магазине, а я играю реально как на машине с обычным цикличным орудием. И, в принципе, мало того, что я играю на цикличном орудии, так еще и на цикличном орудии, на котором время перезарядки, оно типа как зависает, то есть у меня порой клинит орудие, и я должен подождать 20, там, с копейками секунд, считайте, 25 секунд и должен выждать, для того, чтобы опять оно все-таки перезарядилось, и я опять мог начать стрелять на ближайшие три выстрела, опять-таки, как цикличная пушка. Не сильно приятно. То есть у меня такое впечатление, что я играю, допустим, там, по большому счету, с учетом уровня альфы за выстрел и с учетом времени перезарядки, вот типа как на акуле играю. Но у меня порой критует орудие, и я вынужден ждать, пока его поремкают. Не очень приятное ощущение, причем, что самое интересное, что я здесь даже не могу себе ускорить перезарядку, потому что это барабан, и на нем, ну, просто нет такой функции. Короче говоря, ну... Нет, ну смотрите, давайте так. Я вот сейчас, с учетом того, что мы побеждаем, настроение немножечко поднялось, и я такой, знаете, типа как немножко распустился, как пион. Справедливости ради стоит заметить, что пока ты находишься фигзнагде от врагов, ну окей, хорошо, можно как-то играть, но все-таки вот это время перезарядки, это, конечно, блин, дикость какая-то. Но, по крайней мере, в первых катках. Может, к нему просто привыкнуть надо? Бог его знает. Ну так, ребят, вот у нас сейчас победа. То, что я смог сейчас сделать, не лез на передовую, стрелял, как вы видели, практически каждый раз, как у меня была возможность. Одного товарища я не смог в попку своим снарядом подсемать, и это очень плохо, потому что, в принципе, у меня были все шансы сделать чуть больше урона, а возможно, даже забрать товарища в ангар. Один фраг, 1750 единиц урона. Сказать, чтобы я получил прям супер какое-то удовлетворение от боя, нет. При всем хорошем, Антонио ФР, еще раз большое спасибо тебе за подарочек. Но то, что это подарок от моего зрителя, не может перевернуть принцип моего канала и показывать машины такими, какие они есть, и рассказывать про них, то, что я действительно ощущаю во время игры на той или иной машине. Что касается фарма, ребят, по фарму получается вот так вот. Я бы сказал, очень скудно, и мне почему-то кажется, что особо много, ребят, на данной машине мы с вами серебра собрать явно не сможем. Я хочу вернуться к сравнительной таблице буквально на секунду и посмотреть коэффициент фарма. 165 процентов. Но, честно говоря, такое впечатление, что, ну не знаю, процентов 150, это от силы. Не знаю, почему так, но вот как есть. Что касается результативности в команде по урону, то я занял свое законное второе место. Может быть, он и может лучше, может быть, на нем можно вывозить больше урона, но я думаю, что с учетом того, что я стрелял практически каждый раз, как перезаряжался, может, я там где-то сплоховал, чуть-чуть позже стрельнул, но по большому счету, при вот такой вот скорости боя, суммарного, да, и успешности вашей команды, я думаю, что больше 2500 урона на ИСе третьем вывести очень сложно. Уж больно долго он перезаряжается. Это было абсолютно честное, субъективное мнение по поводу ИСа третьего защитника. Антонио Фер, еще раз огромное тебе спасибо за то, что помогаешь в развитии канала своими подарочками. И вообще, ребят, я всем очень благодарен за любую поддержку, в том числе и финансовую. Имейте возможность, есть ссылочки в описании. Все возможные способы указаны в описании к данному видосу. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова